Сокровище благих и жизнеподателю Приди все лисявны И очислены от всякие скверны И спаси блажь и души наши Молись, Отец наш Небесный, Болим тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя нашего, прибудь с нами, не дай нам уклоняться ни лево, ни вправо, научи нас быть верными сынами и дочерями Твоими, возрастать от веры к вере, быть в истине, и чтобы истину эту могли, умели донести людям, не знающим ее и сидящим во тьме грехов. Тебе слава, восславаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Чтобы соединить прошлое занятие с сегодняшним занятием, начнем со стиха, который мы закончили на предыдущем занятии. Мы изучаем первое послание апостола Павла Коринфянам, 15 главу, 30 стих. Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Вопрос. Толкование. Если вы не принимаете за доказательство воскресения словесного исповедания, которое совершают крестящиеся, то вы имеете свидетельство и в делах. Ибо все мы, апостолы, постоянно бедствуем. А если бы не было воскресения, то из-за чего бы мы терпели бедствие? Для какого удовольствия? Ибо если иной решится на бедствие и исчиславие, то решится однажды. Но ежечасное терпение бедствий, как мы терпим, служит величайшим доказательством уверенности в воскресении. Для кого вот эти слова не являются, так сказать, доказательством воскресения? Ну и что? Ну и терпите вы, а на то вы и апостолы, чтобы терпеть. Что? Почему это может и должно служить доказательством о воскресении? Кто-то по-другому воспринимает, может быть. Другое толкование слышал и знает. Ну я вот... Можно, Павел Андреевич? Я вот слышал, свидетели Игова, они приводят это тоже к себе. Что, говорит, если мы страдаем, что нас гонят за их проповедь, значит, мы в вести находимся, значит, мы в правильном пути идем. Одно из доказательств у них, что они находятся на правильном пути. Так, ну это подтверждает вот эти слова Феофилакта Болгарского, то, что он говорит об апостолах, что они... Вот раз они терпят, ну ради чего-то же они терпят это, то есть ради воскресения они чают, надеются на это воскресение, и поэтому по воскресенье они обретут все даже отрубленные члены, претерпев здесь, в этой жизни земной. Одинаковая вот убедительность для сектантов, только что сказанных братом, и у нас в православии. Я хотела бы вот, Володя, у тебя спросить. Но они же в воскресенье-то... В воскресенье же не верят. Тут совсем разные вещи, это не относится к этому. Согласен. Мы терпим ради того, что мы воскреснем, как Христос. Они и Христа за Бога не признают, и воскресенье они не получат, потому что они не знают Христа. Поэтому здесь это только для верных, которые принимают всю Библию. А потому что принимающую часть библейского, только какого-то ветхозаветнего, что Бог и Иегова, и какие-то части Слова Божия в свою угоду, я считаю, это неправильно, это пример привел. Да, есть. Так, еще осуждения есть какие? Осуждения нет. Есть у вас? Говорите. Дело в том, что мы-то, прежде всего, уверены в том, что Господь Иисусский, что наш воскрес, поистине воскрес, и что Он победил ад, что Он связал сатану. И в этом мы уверены. А будучи уверены в этом действии, которое произошло, которое, кстати, зарегистрировано, кроме того, что описано это в Библии, неоднократно евангелистами описано, апостолам Павлом описано это, и множество пророчеств указывали на это, на Иисуса Христа. И только в этой личности все это воплотилось в реальность. Сотни пророчеств, которые воплотились в Иисусе Христе. Все это мы знаем, археологически, исторически это доказано, что Библия писалась на протяжении 1600 лет. И Ветхий Новый Завет увязанный. Вот эти все пророчества, которые были у ветхозаветных пророков, они все на Иисусе Христе выполнились. До единой. Это нам служит доказательством. А то, что мы терпим здесь, в этой жизни, бедствия, какие-то скорби, так многими скорбями нам длежит войти в Царствие Небесное. И еще мы уверены, соотносим коротенький миг нашей жизни земной между прошлым и будущим с вечностью. И когда мы это соотношение имеем всегда в уме, то стоит ли претерпеть один краткий миг, а потом иметь вечное блаженство? Или наоборот, чем пожертвовать? Что принести в жертву? Для меня вот это является доказательством. Я, так сказать, примеряю, естественно, те, которые, бедствия, которые и страдания, и искушения, которые испытали на себе апостолы, особенно апостол Павел, ну, они как могут сравниваться с моими искушениями, с моими страданиями и бедами? Конечно, никак. Это что небо и земля. Тем не менее, у каждого свой крест, но свое крестоношение. Часто мы слышим, ну, не часто, иногда бывает, что слышим, было так вот в отношении Игната Ихановича, ты возьми Христов крест, возьми Христов крест. Да его крест Христов никто не может понести. Это только Богу, возможно, было, создавшему Вселенную, понести грехи всего мира. А мы-то свой крест, и то с большими скорбями и печалями, без радости, несем. Игорь Игоревич, у нас живой пример перед глазами, и все этим сказано. Да. Вы исчерпались, говорите, Игнат Иханович. Отдохните от меня. Ну вот уже. Есть соображение еще по этому вопросу, по этому стиху? Для чего? И мы ежечасно подвергаемся бедствиям. Для чего? Для того, чтобы проповедь, спасительная проповедь Иисуса Христа распространялась. Для того они и бедствовали. Они подвергались ежечасно бедствиям этим. Для того, чтобы это было подтверждением того, что они четко уверены в спасении, который нам дал, даровал каждому человеку, живущему на земле, Иисус Христос на Голгофском кресте. Следующий стих 31-й. Я каждый день, как бы, перечисляю, какие бедствия. Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалу вашего братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашему. Такой не совсем обычный оборот речи, да, как бы вот такие, где причастные обороты, причастные обороты, и они не сразу воспринимаются на слух, но феофилак болгарский нам помогает понять, растолковывая эти слова. Еще раз читаю стих. Я каждый день умираю, говорит апостол Павел. Ну, что, на самом деле же он не умирал? Не 10 раз, что он воскресал, да он еще не воскрес, умер, но не воскрес еще. Каждый день умираю. Двоеточие. Свидетельствуюсь в том похвалу вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашему. Как же это понимать? В словах подвергаемся бедствиям в 30 стихе указал на бедствие, а здесь выставляет еще нечто большее, именно что? Ежедневную смерть. Как же он умирал каждый день? Своей решимостью и готовностью к этому и перенесением таких бедствий, которые выкли за собой смерть. Ну, даже одно элементарное, побиение, избиение камнями и палками. Ну, любой камень мог, любой камень мог упасть так, что лишил бы жизни. Только Господь хранил его. То есть, готовность, здесь оценивается, что он каждый день умирал, готовностью быть мертвым, умершим. Во славу Божию, во славу Христа. Свидетельствуюсь в том похвалою Вашию. То есть, свидетельствуюсь Вашим успехом, которым я хвалюсь. Ибо успех учеников составляет похвалу для Учителя. Теперь понятно становится, да? Как он свидетельствуется в том похвалою братья апостола Павла? «Потом, относя это ко Христу, говорит, которую я имею во Христе Иисусе, ибо это Его дело, а не мое». Опять же приписывает, что то, чего достигли Его ученики, это не Его дело. Его дело только было сеять, говорить, а все взращивает, поливает и взращивает кто? Господь Иисус Христос. И Он относит эту славу к заслужившему, эту славу, ко Христу. Говорит, которую я имею во Христе Иисусе, ибо это Его дело, а не мое. Весьма мудро напоминает им об этом. Как успехом Вашим я хвалюсь, так покроюсь стыдом, если Вы до конца пребудете в сомнениях и не уверуете в воскресенье. То есть противопоставление. Если успехи, если ученики уверовали так, как Он верует, как Он говорил, а говорил Он в словах Господа Иисуса Христа, то это похвала через то понимание, через то, что они пришли к этому пониманию. Похвала для апостола Павла. Но эту похвалу Он относит к заслужившему поистине, ко Христу. И в то же время стыдно будет Ему, и Он говорит, покроюсь стыдом, если Вы будете все время в сомнениях и не уверуете в воскресенье. Остаются еще непонятки по этим стихам. Что-то все замолчали после сытного обеда, что трапезы такой оттяжелели. Или как? Да, Людмила Степановна? Да, я думаю, не после трапезы. У нас в голове, вот у меня лично, я про себя хочу сказать, в голове какое-то состояние, как-то, что произошла, какая-то у нас неприятность в общине в нашей. И у меня какое-то такое вот состояние, как-то мне не очень хорошо. Но я всегда радостная, такая-то, а мне сейчас как-то дискомфортно, и мне что-то как-то мешает. Грустно. Грустно как-то вот такое, что всегда, всегда вот написано же в Слове Божьем, что будьте единодушны. Всегда апостол Павел призывает, будьте единодушны в вере, пребывайте всегда в попечении друг от друга, ну вот как я своими уже словами. И не заботьтесь больше о себе, а заботьтесь о ближнем. Что он и сам делал, он нам пример подавал такой. И единодушие наше, вот сегодня как-то мне вот у меня тяжело, тяжело как-то у меня такое состояние. И вот это, если нет единодушия, то какая нужда тогда вообще-то быть здесь-то? Если что-то вот не нравится, так это внутри-то человека, как ему тяжело бывает. А мне вот, например, радостно было. Чем дольше идет, вот занятие мне хочется, чтобы оно шло дольше, и собрание хочется. И я не знаю, мне как-то тяжело. Но еще какие мысли? А это вот все от того, что пребываем в сомнениях. Я не могу привести сейчас на память из житей, которые Игнат Тихонович приводил, как один ученик, которому было дано задание нести сплетенные коробки или какие-то там эти... корзинки, да. И он встретился по пути с попутчиком, и с попутчиком разговаривался. И он усомнился. В чем он усомнился, Игнат Тихонович? Напомните это житие. Вы других спросите, пусть они ответят. Игнат Тихонович, ну, не вставайте в позу, говорите. Паисий. Паисий, великий, да? Он встретился с иудеем. Иудей ему говорит. Да, Христос не настоящий Мессия. Мессия только ожидается. А он в ответ ему говорит. Может быть и так. Может быть и так. Четыре слова с союзом. Ну и дальше расстались. И когда я вернулся, пришел, говорит, я корзинки продал. Ничего не отвечает ему учитель. Проходит мимо. Он, Аба, я продал все, вернулся, все благополучно, по вашему благословению. Он мимо прошел даже. Ученик в полном недоумении. Он тебя сейчас, не говорю нищего, уже в недоумении. Понимаете, я повторяю как раз. Мы с тобой не договаривались, что ты будешь спрашивать про это. Это как раз тот самый случай. Это тот самый случай, тот же самый дух. Он не знает еще, другой день, он уже прям в таком волнении. Он один ученик у него, такой любимый. И он от этого баба. Ты меня то ли не узнал? Он остановился. А кто ты такой? Да кто? Да я же, Дионисий, я ученик твой обрадовался. Заговорил наконец-то. Не знаю. Я отправлял в город ученика своего, а пришел какой-то черный эфиоп. Как эфиоп? Да это же я. Не знаю. Я вижу Иуду перед собой, предателя, отступника от веры Христовой. Вот. Да я вообще нигде не заходил, никуда не заходил. А до чего спутниковая связь? До чего у тебя магнитопон, там в кармане телефон? Я же все видел, знаю. А и чего? Дорога с кем разговаривал? Ну, с иудеем. Ну и что ты? Ну, он сказал, что Христос может не мести. Ну, это я знаю. А ты-то что сказал? Ну, может быть и так. Ты что, совсем не понимаешь? Это полное отречение от Христа. Пошел отсюда. Ой, ой. Да что же я наделал-то? Отче, помолись обо мне, а, пропадаю. Давай молиться-то. И вдруг у него рот раскрылся, оттуда как черный дым повалил, и демон выскочил. Он когда демон-то вошел, ты не видел. Рот раздинул, а он у тебя давно сидит уже. Уже второй день. И он взахнулся, и написали это в житиях святых. Хотя слова, которые идут против, они не сами по себе. У меня достаточный опыт, чтобы сравнить. Это другой дух говорит. Дух, который входит в человек, и он раздирает его, и он не знает, меня не узнают, да я тот же самый. Нет, не тот же самый, что вчера был. Не тот. Это другой день, другой человек пришел. Так я же пошел по благословению. Да, но я тебя не благословлял, с евреем разговаривать, и чтобы он тебе так отвечал, а ты соглашался с ним. Ой-ой-ой, и оставили это. Припомни, сколько раз в твоей жизни так было. В какой роли ты был? В роли ученика, в роли поиски, или в роли этого иудея? Ну, маленько, то рассуждайте. Когда человек за других отвечает, то это надо быть очень и очень глубоко духовным, чтобы знать, что во всех сейчас. Да я знаю, сейчас вот вы все бы согласились, но вы боитесь, вас придавили. А вы, да не бойтесь поиски, говорит. Говорите. Ну да, говорите. А вот ученик бы сказал, да вы просто боитесь, вы знаете. Ты их всех знаешь? Проголосуйте не один, не голосует. Ну, они просто боятся. То есть теперь дальше начинают на ворот за на воротом идти. Уже не один, а два, может, легион сидит. Ну, и что делать? Молиться, и черный дым повалит. А по-другому? Другого нет выхода. Просто нет его нигде. И всегда начинают молиться, и оказалось, что противление было внутри, не снаружи. А бывает так, демон сзади, рожки строит, там вот ребятишки иногда сзади, рога подставляют, когда фотографируется. Это он рядом стоит, а это внутри. Притом таких житий не одно. Вот меня сегодня спросил этот человек новый. Первый раз в жизни он вышел на меня. Первый раз. И он говорит, я не могу никак найти в житиях. В житиях Андрея Еродиева. Я ему сразу отвечаю, не Андрей Еродиев, Макарий Александрийский. И тут же копирую, нахожу, поднял календарь, проверил еще раз, чтобы не ошибиться. Тут же нахожу жития, и на все прошло, у меня не больше одну минуту ушло. Это чего-то стоит? И человек сразу благодарю, а я столько искал там. Благодарю, да это не один случай-то. Я успеваю только отвечать. Это невозможно запомнить? Да, невозможно. А как вы знаете, понятия не имею. Другой раз зайдешь на кухню, не знаешь, зачем он пошел. А здесь все открыто. А бывает наоборот, люди помнят все. Старые вот люди, они помнят. В детстве бегала, играла. А что сегодня было, ничего не помнит. Совершенно. У меня наоборот. Я в чем-то, говорят, Володя спрашивает, я не знаю, в чем ты спрашиваешь-то, поясни. Да вот мы хотим, ой, совсем даже забыл. Но как только коснется спасения, духовного чего-то, у меня мгновенно, как молния какая-то сверкнет в душе, все озаряется. Я беру и читаю просто, как написанное. И без ошибки. Пока ни одной ошибки не было за 53 года. Это чего-то стоит. А человек бывает, он сомневается, да то другое. Право предвосхищаешь, говорит, предвосхищает. А если ты не предвосхищаешь, а тебе дали слово, не ограничили во время, ты не предвосхищаешь. Это новая ложь, новый обман. Человек этого не видит. Где я предвосхищаю? Впереди выходит, мне предлагает, собрание согласно, а в конце нужно подвести итог. А чего мы научились? Что было по учителям? То, что сомнение, говорит, на пятом петеле, или то, что каждое слово, как говорится, оловом, резцом на камне вырезано, как Евговорит. Стоит того? Да, стоит. А выход какой? Дальше нет молитвы-то. Там ученик попросил молиться. А у нас бывает так, что скажут 10 раз больше и не попросят молиться. То есть они уже сражились с этим. Или там дух блуда, или дух воровства, или дух пьянства, дух злословия. Какой-то дух, я не знаю. Но обязательно он там присутствует. Иначе рожденный свыше, он сразу бы только подумал еще, его дух бы уже Господень поставил на колени. Как я подумал? Да что я думаю? А здесь говорю неостановимо. И он остановился. Ну, поесть и сразу разгадал этого духа. Он увидал. И никто не видел? Никто. Но если бы было таких учеников, два-три свидетели, и сказали, ничего плохого не было, можно полоберить? Нельзя. Было тогда 450 валовых-то. И все скакали. А вспомни Михея. И он один только вышел и сказал. А я видел, как в уста ваши, у всех вошел дух лжи. Как? У всех? А в тебе? Сидеть, я подошел, как дал ему по щеке. Это по какой же дороге он ушел от меня? А вот когда будешь бегать, пятый угол искать, ты узнаешь, что по какой-то. Считали-то? Да. Я пятый угол называю. Говорю, будешь искать в комнате убежище. И так, и все. Ты в этом году умрешь. И все. Приговор вынесем. А я к врачам пойду к лучшим. Ты в этом году умрешь. Что тебе непонятно-то? И так случилось? Да, так случилось. А по какой дороге? И по какой дороге? Это уже насмешка. Дух не по дороге ходит. Он летает. И нам это оставили. Это были образы для нас, достигших последних времен, чтобы мы не были походливы на это. Не подражали им. Знали, что сказать. Дерзкий язык истребиться. А они все поднялись. Это не пророк. А я не люблю его. Кто царь говорит? Ну, а царь говорит. Кто же против? Пойдет-то. О, это президент сказал. И все сразу уже в ладошки хлопают. Заговорил, говорит, богатый. И привозил следа облаков. Заговорил нищий. И все говорят, а кто это такой? Это Серахов говорит. А кто это такой? Такой нищий. А кто это такой? Это тот, которого Бог избрал. Вложил слова и говорит. Ты их понесешь. Но не молодушествуй. Да я молод. Не молодушествуй. Я с тобой. Иди, чтобы я не поразил тебя. Так это какой такой Бог, что так легко уничтожает? А вот за это тоже ответишь. Это пророк. Он поднялся над всем миром один. Ни один не говорил. Нигде. Ни на том континенте. А он сказал, Иерусалим будет разрушен. И дети твои все пойдете под нож. И ты пойдешь. Я никогда не был рабом. Он говорит, ты уже раб. В фильме «Ремей» ты уже раб. Вот все это, когда возьмешь, ты лишнего слова не скажешь. Ты всегда мгновенно у тебя будет высвечен. Знаешь, я как примеры беру из житей отовсюду. Мне их не надо надуваться и придумывать. Я когда говорю, у меня они в очередь стоят. Моменты, которые я должен высветить. И поэтому я дольше и говорю. Почему? Потому что у меня багаж, у тебя пустота, дырка в голове. Который дьявол пробил. Ты не можешь еще сказать. Мне не надо подготавливаться. Я иду, мне задают вопрос. В интернете вот задают вопрос. Вопрос за вопросом. Самое-самое разное. И на все отмечаете. Да пока ни одного вопроса не было, на который я ответил. За 53 года. Ни одного. Я могу их расширять в дальнейшем. Сейчас я приведу местописания на память. А когда дома, я открою их больше. Поисковик, посмотрю, ссылочки. Нам нужно научить собрать опыт из предыдущих поколений. Вот читает воскресенье. Я не хотел ничего говорить. Но вижу, что вы спите. Ну и как? А вот ради воскресенья я все это и делаю. Я знаю, у Бога будет другая шкала. Другое рассмотрение. Сейчас, подожди. Ты не ту надел, которая у тебя была. Нет. Что у тебя там написано было? Ну-ну, как по-английски-то? Я не помню. Ну уж. Да. Дибет-кредит. На спине написали. У него надпись на такой же рубашке там. Или какая-то тужурка такая. И слова не знают. Ну а как перевод? Я перевод знаю, но решил не говорить. Взял словарь иностранных слов. 23 тысячи у меня богатый словарь. И посмотрел. Ну, там значение полстраницы. А общее выражение, это там, кажется, с латинского весы. Новые весы на спине. Нью. И дальше второе слово. Ну и как вы решили? Никак. То есть это ни к чему не обязывающая надпись. А во-вторых, новое бывает выше и ниже. И когда об этом говорят, допустим, что-то. Допустим, денег у нас уходит больше. В другие вкладываем инвестиции за рубежом. А оттуда поступает меньше. Положительные называются. А отрицательные, когда в нас вливают, а мы другим дать еще не можем. Даже несчастные провода, бумагу в Китае берем. Так бывает положительная температура, отрицательная везде. А он еще не сказал. Надпись сделал, он хоть налево, хоть направо. То есть ни к чему не обязывающая слова. Иногда бывает, человек говорит, и он... Его спросить через полчаса, он не знает, о чем говорил. Безответственная. А слова написано, памятная книга пишется перед Богом. Ну и как вы реагируете? Да никак. Я сразу начинаю молиться. У меня нет. У меня другого оружия нет. Я вот за стол садился из-за стола, я уже молюсь. Все, человек попал в мои клещи. Я вот день и ночь теперь буду упрашивать милости у Бога, о помиловании его. У меня нет другой молитвы. И что, неохота, чтобы ему было? Да, бараний Бог, даже в мыслях нету. Я люблю этого человека, кто бы он ни был. Да кого он тебе враг? Ничего я не знаю. Я знаю одно, что это сигнал. Сигнал очень тревожный. Я понял, что оккупация началась с этой земли. Оккупация. Самая провозглашенная республика. Тут свой Майдан идет. И я молюсь об этом. Сейчас за стол садитесь. Это, кажется, и неподходящее место. Надо о пище молиться. А для меня пища, Господь говорит, творить волю его. А воля его, та, чтобы ни один не погиб из таких, которых ты мне дал. А человек сам о себе говорит, да я монстры, что пришел поиси из-за тебя. Ты там проповедовал, и я пришел. Ну, тем более. К Антонию пришли. И говорит, мы слышали, ты такой мудрый, такой учитель. Он промолчал. Ну, мы хотели вот спросить. Он с ним ответил. Нет, это не так, подождите. Вопрос вы задали. Задали мне, я ответил. Правильно, правильно. Теперь я к вам пришел, или вы ко мне пришли. Ну, мы к тебе. Значит, вы пришли, потому что нуждаетесь в мудрости ответа. Да вот это мудрый ответ. Больше не спрашивайте. Да нет, ладно, простите. Он сразу их захватил на этом, и все. И теперь стали дальше слушать. И защитные мудрецы. Они эпитеты рассыпают, а дальше-то не знают ничего. Я сразу... Говорит человек, а у меня мгновенно идет вереница, в каком житии это было, где, какое место Библии, какой канон об этом говорил. То есть я ему могу ответить по пунктам этому, который пришел там против Михея, Сыдекии. Ну, ни время, ни место. Вы сегодня сказали о Соломоне, только я сказал, Фаина Соломоновна. Фаина мне слова ничего не говорит, а Соломоновна я сразу о Соломоне. И у меня выстраиваются такие проповеди, которых нигде нету. Просто их нету. Вы уверены, ну, нету. Я знаю святых отцов. И никто не говорил. Никто. Никто нигде. И кого не спрашивай, говорили святые отцы на эту тему. Никогда. А почему? Не знаю. Не пережили. Другая отцововка была. Но они не говорили об этом. А числа 16 глава. А вы, я ее чрезвычайно пространно, многократно раскрываю и показываю. Это участь сектантов всех. Понимаешь, я день и ночь этим живу. И поэтому, когда против говорят, я могу только плакать. Больше в ответ ничего не могу. У меня подход такой, чтобы каждое слово на суде Божьем не жгло меня никого. Оно должно соответствовать истине и приблизи человека ко Христу. Вот лежит у нас журнал. Я к примеру сказать. Вот я привез. Ну, кому-то да, у кого я давал много книг. Вы знаете, это русский дом. Тут написано, журнал для тех, кто любит Россию. Вот, а наверху написано. Тут патриарший журнал, благословение патриарха Алексея Первого на первой странице. Гурьянова Николая, Крестьянкина Иоанна. Вот. А для чего вы это говорите? А для того, что встретим номер в этом году. Большая статья по Петеревку. И половина написана про меня. И написано «Влюбленный в Святую Русь». Я ее в Святую не признаю, во-первых. Если «Святой» это пишут только в кавычках, ну, но звучит. Звучит. А, к слову-то сказать, я все сказал. А вот он и журнал этот. Вот он как выглядит. Вот она. Русский дом, номер 3, 2014. Вот. А как это так? Вы же с чем-то не согласны с патриархией, а они пропечатали. Вот в этом-то вся и суть. Что мы... Ну, это не вот она. В этой деревне огни не погашены. А то наши стоят. А вот она, эта статья. «Влюбленную в Святую Русь». Это не я пишу. Ну-ка, громко, прочитай. Вот с головом стою. Посмотрите, это журнал, который идет в страны мира. Везде. А вы знали, что там будет напечатано? Подавали материал? Не подавал. Это как я подавать буду, когда... Это патриарший журнал. Центральные журналы. В этой деревне огни не погашены. Ну, вот отсюда начни. Вот это вот. Все-то не надо. Вот это хотя бы. «Влюбленную в Святую Русь». Миссионерская проповедническая деятельность Игнатия Тихоновича Лапкина просто потрясает своими масштабами. Откуда... Так, но попасть по предложению. Для чего это пишут они? Это пишет человек-корреспондент, который первый приезжал по Теряйку и последний. Он приезжает в течение 25 лет. Это время, чтобы узнать друг друга. И он это пишет. «Откуда берет силы? Бог помогает, кротко отвечает он». Ну, хорошо. Что неладно? На эту статью нападки. А вы себя выставляете. Скажи, как? Статью подавал не я, журнал не мой. И появляется статья. А что должен теперь писать опровержение? Какое? То есть лопается от злости, от зависти. Больше ничего нету. Зависть. И она пожирает человека. И добавляет. «50 лет назад встреча с Христом преобразила мою жизнь». Понятно. Какие слова? Я как говорил, так они записаны, так и было. Следует еще многоточие. В 2012 году Лапкин предпринял беспримерное миссионерское путешествие по России. Ради этого путешествия был приобретен автомобиль «Газель». Трое людей и собака проехали 250 городов России. И везде Игнатий Тихонович оставлял в подарок свои книги. А издал он 38 томов под общим названием «Открытым оком». Под общим нет. 30 томов – это общее название. А другие там, в Библию, это, так сказать, Евангелие. Ну, основное правильно. Петр Диканченко, ну, нужно же понимать, что это не человеки без сны. Это невозможно. Это в один год. Человеки – это просто, они не могут сами этого понять. Соотнести даже свою немощь и то, что сделано. Я тебе скажу. Это противоочие сатана. Зависть, посетить 250 больниц. Просто зайти, поздоровиться и уйти. Или купить там какой-то бутылёк. 250 больниц. В течение одного лета. Ну, ладно, в больниц не найдёшь. Ну, магазин, в киосках, 250 обойди. И там что-то купи. А это города, стоящие на тысячи километров. Ты маленько-то, ну, вдумайся. Это мысли, малей. Он это понимает, корреспондент. Ради того, чтобы их написать, освоил компьютер и провёл за ним 30 тысяч часов. А мне этот звонит и говорит, Баумтрог здесь. Он учитель юридической высшей школы милиции, где у лётного училища было. А у нас, говорит, ваше это вот. А вас тут введено как это в программу, чтобы сказать, как работают люди. Ну, примером подвигнут. Я и знать не знаю. Это мне другие люди уже говорят. Значит, это трогает их. Так, провёл, это означает не картинки смотрел, а писал, печатал. Занимался версткой, корректировкой, фотошопер, фотографии ставить. Ты всё это, прикинь маленько, можно? Невозможно это. Абсолютно невозможно. В книгах даны ответы на 4124 вопроса, которые ему задавали во время лекций в техническом университете в тюрьмах. Отдельно был издан великолепно оформленный цветными иллюстрациями гиста Водоры трёхтомник Нового Завета. Вот, смотри. Вот он вы, я ему подарил. Столько лет он, корреспондент этот, ездил и ни разу не солгал. Вот она. Новый Завет. И он там в редакции, там всем показывает, другим. Дальше. Закладочки цвета российского флага. Вот они, закладочки, смотри. Вот она, белая, это как жёлтая, синяя и красная. Это специально. Почему? Я влюблён в этот флаг. Такого флага не было за всю мировую историю. Он один. А сейчас на Украине сделали такой же флаг, только вверху вместо белой полосы чёрная. То есть у нас человек родился, это кровь, земля. Дальше помышляете о небе, и великий белый престол. Если украинский флаг рассматривали, родились в крови, а небе думали, а попали в черноту, в могилу. Земля чёрным изображается. Но она каким-то таким серым цветом, не белым. Подыгрывают-то они, как будто это, которые отделились-то, у них такой флаг-то. Не сам украинский, а вот Луганск, Донецк-то. Им никто не разъяснил. Это Господь их рукой нарисовал, что они людей в гроб загоняют этим флагом. Надежды никакой нет, у нас светлое белое престол. Я надеюсь воскреснуть из мёртвых. Я иду ради этой полосы. Свидетельство о белом престоле. Всё тут понятно. Ещё? А комментарии, Игнатия Тихоновича? Мои комментарии к этому трёхтомнику. Положите на место его. Эти книги были подарены Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, патриарху Кириллу. Так я спрошу, вы найдите в городе, кто подарил такие книги, которые бы стояли в библиотеке. А это по интернету видели, стоят книги эти. Ну что спрашивают-то? 240 иллюстраций, картин только. Какие? За время поездки по стране распространили более 6 тонн книг. Шести? Более 16? Грязь преодолевала более тысячи километров. Да. Ещё? В 2013 году состоялась ещё одна поездка. Теперь позади остались Кавказские республики, а также 15 стран. Среди них Германия, Австрия, Сербия, Польша, Белоруссия, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан. За два года намотали 80 тысяч километров. И на этом Игнатий Тихонович останавливаться не собирается, вынашивая планы дальнейших миссионерских путешествий. По Теляевке Лапкин показал мне старинный колокол даров людей, которых он спас от беды. И даже дозволил мне несколько секунд побыть в роли звонаря. Звон у колокола мелодичный, долгий и очень чистый. 1774 годы я выпущен. Ощущение, что уплывающий в окрестные даре колокольный звон уносит всё ненастоящее, несвойственное человеку, очищает душу. Вот так и братья Лапкины бьют во все колокола из своей потеряльки, словно созывают вернуться в потерянную нами Русь. Это пишет человек не нашего круга совсем. Эту статью, когда готовили, сколько прятались, там ещё, боялись, чтобы никто не узнал, чтобы её не изъяли. Когда уже разошлась, тогда только сказали, теперь можете говорить. А я потом приехал в редакцию, получил у них приглашение, подарил им там книги в редакции. Ну, подарил, конечно, много, но им сказали хотя бы, журналов там 5-10. 5-10, они мне не 5-10 дали-то, а намного больше, несколько десятков. И других вот этих вот, с центра полтора весом. Я не знаю, кому они ещё только в одни руки давали. А журналы эти стоят не 5, не 6 рублей. Какая бумага, отличная. Я их не знал, не слышал, но мы друг друга теперь знаем. Я им там свидетельствовал и записано это всё. Это Бог делает. Устраивает. А они оценили это? Он это оценил. Вот этот человек, который пишет Владимир Васильевич Шритунский, он оценил. Он ездит 20 с лишним лет, 25, наверное. Ещё до восстановления Потеряевки. Следующий стих, 32-й. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефессе, какая мне польза, если мёртвые не воскресают? Встанем, есть и пить, ибо завтра умрём. Так вот и делают большая часть людей, которые не знают Христа, не знают пути спасения. Люди не понимают. Пей, ешь и в яму. Вот эта чёрная полоса вверху, в самопровозношённой республике Донецкой это. Пусть кто-то им это передаст. Они прямо флагом говорят, чтобы в могилу загнали людей. В атеистическое время-то коммунисты, неправильно у них лозунг-то был? По их соображениям, по их пониманию мира. А какой? Нет. Лозунг главный был какой? Удовлетворение всевозрастающих потребностей человека. Да, человеческие потребности, они действительно безграничны. Сегодня одно есть, завтра другое нужно. Но вспомните ту же старуху с разбитым корыном, которая осталась. Мы сейчас такие же старухи. Потому, конечно, эти все наши человеческие, вот эти суетные потребности, они безграничны. Их удовлетворить вообще невозможно. Так, я спрошу, у тебя в окружности бёдра сколько? Бёдра? Да. Так, 102. 102. А у тебя? Примерно так. Примерно так. Показывает женщина первое место. 2 метра 10 сантиметров. И она разговаривает, её пригласили тут в студию. Так это, поговорим там, или как этот ведёт. Вот. И показывает, какая она ходит. И вот там кто-то её обмеряет, она вот такая вот, примерно. Ну, 2 метра. Чё тут говорить-то? Ну, ешь и ешь и ешь, и показывает, что есть. Примерно пол стола, только блюда стоят. Сколько она должна за раз смолотить? Ну, откуда она всё это есть? Это что? Эталон. И она, я счастливая, я то-другое. А тот сидит, который врач, и говорит, это большая-большая проблема. Не люблю слово это. Это что дальше будет? И говорит, это лопнутые вены, это то-другое. Ну, то, что положено. Это инфаркты, мегакарды, всё соберёт. Голукома сразу будет. У нас другая цель. Прославить Бога. И у Бога подобиться. А может без страданий, чтобы нельзя. Это путь, который нам назначил Бог. Нам дано не только веровать, но и страдать. Но. Ну, а страдать как? От родных, от близких, от самых близких. От кого больнее всего. И Бог нас испытывает. Подобно как апостол Павел боролся со сверями в Эфесе, так и нам всегда нужно с этими зверями, которые наполняют свою поднебесную, бороться каждый день, ежечасно. А кого называют зверями-то? Какими зверями? Ну, боролся со зверями в Эфесе. Да. Кто это такие звери-то? Ну, где он был? На арене, свирка или где? Ну, он же не был на арене. Не был. Какими зверями? Демонами. В милиции, говорят, там дебош устроили. Ну, в Москве. Вот такая вроде анекдота. Большую драку, свалку устроили. На одного узбека напали двое. Майор воинских частей там недалеко. И простой обыкновенный человек ехал с работы. И оба хорошие человеки. И узбек хорош. Они чуть не убили его. Ну, спрашивают милиционера этого военного. Ну, как ты? С чего ты напал? Ты же военный. Дисциплину-то знаешь, да. Отличник боевой и политической подготовки. Так, ну и как? Ну, как? Я стоял, держался так. Вот этот чурка-то зашел на ногу. Мне вот так, говорит, наступил. Ну, я смотрю на него. Он даже не глядит на меня, отвернулся. И стоит на ноге. Ну, я думаю, досчитаю до десяти. Дальше поговорю. Вот стоит. Я думаю, нет, это нахал большой. Теперь я заметил по часам пять минут. Если за пять минут с ноги не зайдет, я ему по мусалу съезжу. Проходит четыре, пять. Он даже не глядит, встал и стоит на ноге. А мужчина, тот-то второй-то стоял и смотрел. А что дальше это будет-то? Который в дарку-то врезался. И он через когда пять минут прошел, он как разворачивается. Узбеку там по морде. А тот мужик кинулся. А ты-то что? А я думал, наконец-то началось. То есть в Москве они недовольны, что там засилие этих южных-то. А мужик-то думал, что ну раз военные напали, ну началось, наконец-то мы их оттуда вытурим. Это официально все это. И пишут. Нам не надо пристраиваться, голосовать, кто против. Нам нужно искать тех, кто полюбил врага, поцеловал его. И когда ты это понял, он мы тоже бросился и поцеловал его. Это Узбека сказал, наконец-то породнились. Но нет. Да, поверьте. Вот Игнатий Ильич спросил, с какими зверями-то в Эфесе боролся апостол Павел? Ну вот сколько раз мы это слышали и читали. Но действительно, не возникал вопрос, со зверями да и зверями. Какими зверями-то? С страстями. Да с людьми, в которых эти демоны действовали против него. С людьми, но с демонами, в которых в людях. Ну с его демоны. Павел когда говорит, значит люди знали, что он не солгал-то? Конечно. А если бы про демонов говорил, то они бы сказали, а где эти демоны были? Что-то не о демонах речь идет. Читаем. Сколько, говорит, возможно, для людей я боролся с зверями, но что из того, что Бог исхитил меня из беды? Какая мне польза, если нет воскресения? И дальше. Борьбой с зверями называют борьбу с иудеями, с иребреником Дмитрием. Где это написано? Деяние 19, глава 23-24 стихи и далее. Ибо чем они разнились от зверей? Если мертвые не воскресают и не будет там блаженства, то будем, по крайней мере, наслаждаться благами здешней жизни. Будем есть и пить. Ибо в этом только прибыль. Привел эти слова из пророка Исаии 21-13. По смеянию над неразумием тех, которые не признают воскресения. Вот для чего он эти слова-то привел. А не для того, что призывает нас пить и есть, ибо завтра умрем. Отмешка откуда? Это здесь. Нет, нет, нет. Это оттуда. Вон, вон, вон. Это она отсюда. Нет, Игнатий Тихонович. Это я взяла очки, думала, а очков нету. Я туда положу. Это кто-то оставил? Кто-то оставил. На занятия приносили, кто-то оставил. Тут одна была выше других, я видел. Куда она делась? Нет, здесь все лежали. Я говорю, одна лежала лишней выше все время, с самого начала. Куда она делась? Я взяла вот оттуда, я положила. Кто-то положил ее туда, перенес. Я надо сюда перенести. Стань, перенеси. Там подписано, наверное. Там две книги лежало. Подписано, наверное. Посмотри внутри. Ну, уже попросил положить сюда. Для горчиной, который положил. Ну, надо еще раз предупредить, чтобы не брали книги. Я сколько раз говорил. Если взял, значит сразу купи ее. Я не подписывай, давай. Нет, это отсюда взяли. Ну, мы уже не берем же отсюда. Она все время была одна выше. Все время. Второй год лежит так. И вдруг ее не стало. Когда все книги будут распространены, тогда только определится, какая... Я помню, Галина Ивановна говорила, что она оставляла там специально книгу, чтобы ее не носить. На занятия оставляла. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. 33 стих. Толкование. Обращает речь на увещание. Между тем, прикровенно обвиняет их в безумии и легкомыслии. Ибо это выражает словом «не обманывайтесь». Добрыми же нравами называют нравы, легко сдающиеся на обман. Показывают вместе и то, что их другие увлекают в такие рассуждения. Ну, когда говорят, никого не судите, а сам называют зверями. Так это не осуждение. Как часто других мы обвиняем в том, чем сами более повинны. Ну, ладно, Павел-то мы не скажем, а Павла-то. Иоанн Креститель говорит, змея, порождение Хидина. Осуждает он или не осуждает? Павел говорит на Илье ему, враг всякой правды, сын дьявола. Это осуждение или не осуждение? Это не осуждение, это обличение. Потому что осуждение, это когда ты уже сделал вывод, что все погиб. Уже вынесен приговор. Осужденный, когда называется осужденный? Когда суд прошел, когда вынесен приговор. И когда это принято к исполнению. Так или не так? Вот это осуждение. А доколе ты говоришь, называешь вещи своими именами, это не осуждение. Это констатация факта, который еще можно исправить. Еще есть, да, Игнать Иванович? А вот, Игнать Иванович, а вот слова такие, есть такой святой, сказал такие слова. Сам говорит, дрянь, дрянью. Так говорит, а я не таков, как другие. Так святой говорит. Он же не вынес суждение, он просто назвал, назвал так, как есть. Что какой он сам есть, а перед другими возвышается. Я не таков, как другие. Так это вопрос или что, какой святой? Кто, где вы услышали это, увидели, прочитали? А про что, как? Он говорит, ну кто-то из святых сказал о себе, что я дрянь, дрянь. Нет, не о себе. А кто? Он говорит о человеке, который превозносится над другими. Так. А сам говорит, дрянь, дрянью, но перед другими, говорит, ну я не таков, как другие. Он не о себе говорит, святой. Кто дает оценку? Святой, святой говорит так, о том, который превозносится над другими. Так. И он вот такое вот рассуждает, вот такое дает им имя. Ну то есть он говорит о себе не то, что на самом деле он есть. Да, но говорит, ну я не таков, как они. Вот люди, многие, говорит, так рассуждают. Он говорит, прежде всего загляните в себя. Это как мы, Тариха Рисеев. Да, да, да. Да, это то же самое, как тот стоит, и этот стоит на коленях. Причем это, Тариха Рисеев. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Как страшно. Какие слова страшные. Ну это видно как-то, знает или не знает. Или просто так сказал, теперь гадаете. А что там не видеть-то? Это видно всегда по плодам. По плодам их узнаете их. Ну Павлу бы кто-то рядом был, близкий как Тимофей, и сказал, ну я знаю, это послание к кому-кому? В Каринфином. В Каринфином. Я там был, город Глудодеев. На которые христиане, это уже не такие люди, они родились свыше. И, ну, кто не знает Бога-то? Ну по порядку, ты их всех знаешь, перечисляют по порядку. Ну кто не знает Бога-то? Павел мог сказать? Я просил ко моей не прикасаться даже. Положите на место. И не посылай его на игре. Считай, что вверху написано. Мы отправляем посылки. Приходим, ручек нету. И мы стоим в тупике. Читатель меньше. Так, Павел мог сказать это или нет кому-то? Ну я не знаю. Ученики один из-за тридцов. Павел мог видеть, он поэтому и сказал это слово, потому что ему это было видно, что отрезвитесь, как должно. И не грешите, ибо к стыду вашему скажу. Некоторые из вас не знают Бога. Я не обо мне такой вопрос сказал. Конкретно, кто-то его спросил бы, там сказал, Павел, ты в прошлый раз писал, не знают Бога. Ну мы собрались, и все говорят, все знаем Бога. Ты о ком сказал? Ну покажи нам, чтобы мы знали, чтобы исправиться с этим человеком. Павел мог показать? Я думаю, что мог. А почему Христос не сказал, говорит, а на кого обмахнув, подам? Говорит, а кто убьет? Кто предаст? То есть они конкретно хотели узнать. Ну предаст? Не я, не я, не я. И Иуда тоже сказал, не я. Ну разные ситуации-то. Вы любому еретику скажите, ты еретик, я нет, я церковь, мы церковь, они все церковь. Но если бы стоял Павел сейчас и сказал, ты еретик, поверил бы он или нет, этот еретик-то? Или сказал, Павел не то говорит? Не поверил бы. Даже Христос стоял бы, сказал, ты еретик. Вот иеговистов сейчас собрались бы вместе. Я Христос. А ты мне сказал, да ты не Христос. Это не настоящий царь. Житие мое. Пес смердящий. Какое твое житие? Булгакова вспомнишь по неволе. Я конкретно хочу сказать, как это, видно или не видно? Вот он не знает Бога. Вот я сказал такие слова. А кто-то подошел и сказал, ну покажите нам, что значит знает и не знает. Этот знает, а этот не знает. А по каким признакам вы определяете? Подойдите к нашему батюшке и скажите, отец Аким, у нас есть такие, которые причащаются, члены церкви, общины, но Бога не знают. Он что скажет на это? Ну и судя по тому, как жизнь идет дальше, и когда с людьми такое случается, мы видим, они никогда Бога не знали. Они были среди нас. Правда, есть одно такое выражение у апостола Иоанна. Они говорят, ушли от нас, и через сто обнаружилось. Вот после ухода обнаружилось, что не все наши. Ну это так любой может сказать. Не все наши, а чьи они тогда были? Я полагаю, что они были наши, но вот когда начинали сомневаться, колебаться туда и сюда, они уже в тот момент проявляли вот эту непринадлежность к нам. Мы находимся в другой эпохе. Вот евангелист Иоанн, он лежал на груди Христа. Ближе его никого не было. Он оказался на перстник. Персты, это персты, а это персты, грудь персты. На перстник. И говорит, там диатреф не принимает нас, и он выгоняет в гоне тех, которые нас принимают. Но этот диатреф-то умер или не умер. Он сегодня диатреф где-то вообще не есть или нет. Вы видели хоть раз такого диатрефа? А я страдал от них. Я жил с ними. Ну не написано, какой он начальник, не начальник. Поэтому вот эта ревность к преследованию, к поношению, она может быть в любом. Независимо от его сана. Президент или кочегар. Разницы нет. Он диатреф. Сын диатрефа. А может он быть? Не может быть другим он. Не может. Он эту участь избрал. На что вы делаете? Повторяю молиться. И молиться очень крепко. И возможно, пока живой. Когда умрет, списано. Собака, говорит, сдохла за хвост и в яму. И было такое. Было, я могу по фамилиям назвать, по именам, как это было. И скорбь, скорбь превыше всего. А начиналось. Начиналось оно по-малому где-то. Сцеплялся, кусал. Как этот говорит. Ну и что? Что? Это им кажется, что они меня обличили. Это уже когда на пенсии был, Никита Сергеевич Хрущев. Этот-то сказал-то. Он только пукнул, по штанике обморал. Ничего он и меня не обличил. И все. Это говорит кто? Генеральный секретарь. Вот видел, да. Пришли к Агановичу и говорят. Ну а наши-то политики Гайдар. Политики? Говенные эти политики. Все определение. Они со стороны теперь, когда на пенсии-то, они сами-то видят теперь. Кто это? Какие эти Гайдары? Куда они страну завели? Мерка должна быть. У них мерки нету. Они не знают. Сегодняшняя лучше вчерашняя. Но главная мерка – Священное Писание. А есть такая поговорка. Глядит, говорит, в книгу, а видит Фибу. То есть ему везде нарисовано. Он ничего не видит. Он не понимает. А как понимать? На молитве. И Бог открывает. Где смирения нет, где человеческие чувства преобладают над божественными, здравого мышления нету. Нету. И оно не сразу начинается. Где-то дома обсуждают, судят с кем-то. И потом оно все выпирает вот таким горбом, который не срубить ничего нельзя. Только плакать приходится. И вы встречались. Я многократно в жизни встречался. Притом причин к этому никаких не было. Никаких. На первом месте зависть. Это тот грех, которым трудно признаваться. Иосифа предали из зависти. А кто это говорит? Стефан. Иосифа. Да при чем тут Моисея? Это Моисея еще сколько было? Это почти 1800 лет назад. Стефана побивает. Он говорит, Иосифа предали из зависти. А родные братья, которые предали, они этого не знали. А чему завидовать? Мальчишка. Пилат знал, что предали Христа из зависти. Написано. Пилат знал. Языческий прокурат. А свои рядом ни один первосвященник не знал. И кто предавал его, не знал. Так, внимание. Сидеть, глаза лишний раз не закрывайте, чтобы хорошо было. Тут понятно? Это надо все время анализировать. Быть профессионалом в своем деле. Что говорит Филат Болгарский на этот стих? Обращается как к пьяным, говорит. Отрезвитесь как должно. То есть для пользы. Ибо можно и трезвым быть неправедно. Например, для совершения зла. Дальше. И не грешите, говорит. От этого-то вы и веруете, и не веруете воскресенью. Ибо грешите. Ибо те, кои сознают за собою худое, не соглашаются признавать воскресенье по страху наказания. Неверующие воскресенье не знают Бога. Ибо не знают всемогущества Божие. Не сказал. Вы не знаете, но не знают. Чтобы облегчить обвинение. Дальше. К стыду вашему скажу. Поскольку довольно долго обличал их, то теперь утешает. Я, говорит, сказал это не по вражде и не в укоризну, но для пристыжения. Дабы когда вы устыдитесь и будете рассуждать, как должно привести вас к исправлению. Сейчас сказал, по каким признакам определить. Вот у нас по Терябке есть один старый бредис. Я когда с ним беседовал, я говорю, ну будем, есть такая вот поговорка, ну все помирать-то будем, да все знают. Умрем не в одно время. Помирать будем-то. Он это спокойно пронес. Я говорю, ну на суде Божьем придется отвечать за все. А что ты меня пугаешь? Все, это неверующий. Он Бога не знает. Напоминание о суде Божьем, его прямо взбесило буквально. А что ты меня пугаешь? Я то сам не знаю. Все, пропал. Началось взбеснование. И этот человек не понимает. Теперь я прихожу домой и начинаю только молиться. Господи, этот человек-то был не таким. Как с ним сделалось такое-то где-то? Он не понимает-то. Я получаю ответ. Бес вошел во время недостойного причащения. Недостойно причащался со злобой в душе. И все. Я тут же пришел и сказал ему, вот где. И сатана, а что, как получилось? А сатана говорит, а я все перевернул ему. Все, что я говорю, какой ты есть, Бог ему говорит. Я ему говорю, говори это на другого. А у людей так, хочешь сильнее кого-то уязвить, уязвляй его собственными недостатками. Если ты воруешь, а он нет, ты скажешь, ты сам вор. Я тебя видел, ты какую-то щурку нес домой. Все, он правду видел. Прелюбодея, он будет упрекать тебя прелюбодеянием. Я иду с женой с церковью, а я видел, ты такую бабенку отхватил, вел домой. Все. Он не может быть другим. Потому что учитель один, у тех и у других. А кто это сказал так? Достоевский, Федор Михайлович. Ну, маленько-то, ну, развивайте уровень свой. Как этот Андрей Грачев говорит своим. Назначил читать, какую литературу, чтобы ходили в музеи. Ну, культурные были, прихожане-то. Ну, темень непрорубна, ничего не знают. Так что, и по музеям надо? Я ни одного музея не пропустил. Это ни в чем заметно. Но это мне дало большой толчок. Я ходил, от экспозиции к экспозиции, висит мундир эпалеты. Я подойду и молюсь. Господи, а кто-то его носил. Знал ли он, Бога, платье шикарное. Видно, что разрез тут висел только на грудях. А я стою мимо, прохожу и молюсь. И мне до того печально бывает. Вот нас водили в особый музей, большой-большой музей в Германии, нынче, летом. Когда вышли, ну и как, я говорю, Ива вышел. Такое у меня тяжелое чувство. Там показывают оружие, там все к пролетке. И показывают пыточные камеры, как пытали людей. Что отрезали, что как проскребали. И все эти орудия лежат, лежат. Ну, немцы, с немецкой точностью написано. Ну, и люди, у которых мы были, это дочка Сортисон, Екатерина. И она повезла с Владимиром нас туда. И засняли мы очень многое. Я ходил так, как просто так. Ходил, как отшибленный. Я вот все это увидел. Я вижу за этим, что у меня воображение развито. Виктор Гюго, когда писал в это Орлово Сторожение, он запах пороха, крови слышал все. Я когда считал житие святых, я стоял и плакал. Почему люди, которые слушают и плачут. Я вместе с ними на костер восходил и ногами перебирал. У меня горело все во мне. Я вместе с ними прошел этот эшафот. Ну, и люди считают про болезни. И они этой болезнью заболевают. Бурденко такой был. И он говорит, я всеми болезнями, когда учился, переболел. И потом в больнице, не в больнице поликлиники, всегда лежат на брошюрке. Сейчас пришли, нет. Я говорю, почему нет? Ну, мимо переболел, конечно. Ну, мимо, мимо, понятно. А Семен говорит, переболел, значит, не то, что он там болел. Находил в себя симптомы. Да, симптом находил. Вот. И брали, люди, говорят, впечатлительно считают. Лежали все время в брошюрке. Я сам считал. Сейчас тут зашел, ни одной нету. А почему? Да, люди, говорят, впечатлительно не воображают и начинают заболевать. Еще признаков нет, они уже жалуются. И так и в духовном плане. Да, говори. Татья Сихонович, вы молитесь, когда вас просят помолиться за болезнью. Да. Вы сами никогда не заболеваете от этого? А о себе? Да. Вы не заболеваете, когда молитесь за болезнью? Никогда. Никогда. Я там даже в духе не было. Но, если ему тяжело, он говорит о болезни, я знаю, у меня боль волной прокатывается по телу. А мне кажется, я вот молюсь за болезнью. А когда молюсь, это болею. Когда он говорит о себе, рассказывает о болезни, в это время. Да, бывает. У меня все сжимается до промежности. Вот. Слушать не надо. Я не могу. Я очень слабый. А молюсь когда? Я молюсь совершенно свободно. Я очень робко молюсь о своем здоровье. Там с разными оговорками. Господи, если угодно. Сохрани мне глаз. Мне с двумя глазами так хорошо было. Я с Богом разговариваю, умоляю его. Вот, значит, задал нам вопрос, а как узнать, почему написано, что не знают Бога? Как узнать, что знают или не знают Бога? Ну, мы об этом уже рассуждали. Ведь Бог строит и единосущный, и нераздельный. Бог, Дух Святой. Давид, псалмопевец, говорит, и Духа твоего Святаго не отними от меня. Если я отошел Святой Дух, а Он может отходить тогда, когда мы согрешаем. Во время, когда мы грешны, когда мы вот по уши что-то называем. Какой там Дух? Когда мы сомневаться начинаем. Какой там Дух? И, конечно, вот тогда и понятно, что это не вообще вот... Он вообще, человек этот был уверен, он знал, он слышал, и исповедовал Иисуса Христа Богом. А в какой-то момент, в момент согрешения, он начинает превращаться в человека, не знающим Бога, от которого отошел Дух Святой. Да, Людмила Святая? Владимир Иванович сказал, что недостойное причастие приводит человека к такому, как бы, когда Дух Святой отходит от человека, и человек, и как слепой, он и не знает Бога тогда. Недостойное причастие. Смотрел, по храму бегают черные эфиопы, как усыпляют людей, как они говорят, что перед... смотрят, а перед человеком что является. Значит, он об этом думал. Ему все притворилось в жизни. И к одним подходят они спать, он как-то так засыпать, он сдрогнул, перекрестился, отойди сатана. Бесы, говорят, отбегали от них, эфиопы больше никогда не подходили, они боялись их. И он видел, причащается. А в то время священник давал тело Христова в руку, хлеб. В руку. И теперь он видит, что в руке у него уголь. Углем причащаются-то. Эти, эти, эфиопы, это черные. Эфиопы, это черномазые. А куда ж девалось это? А это, говорит, ангельская рукой, никого не видно рукой, относилась в алтарь. Почему об этом священники нигде не говорят? Никогда не говорят. Что они, не считали житие? Или им запрещено? Да не читали, конечно. Но ведь это страшно очень даже. Причащают демоны, не люди. А много таких? Из-за того многие больны. Павел говорит, многие. Не надо прибавлять. И немало, немало умирает. И он здоровый, все, опять начал, не знаю от чего, обновление, крови, организм, молекулы. Начинает, смотришь, скопыльнулся. Нету. Но люди-то умирают. Ну почему вопроса нет главного-то? Главный вопрос, недостойное причащение. Кладбище забито, больницы забиты. Надежда Ивановна. Написано, написано, Духа не угошайте. Значит, Дух Святой угошается. От чего угошается? Я как-то задавала вопрос. Дух угошается и просто от просмотра фильма. Вот нравится фильмы человеку смотреть. Если он в этом постоянно находится, он обязательно угошает. Даже если он верующий человек. Он угошает Духа, этот компьютер тоже угошает Духа. Такой был ответ мне. Что за фильмы? Вот я вчера долго смотрел, как вымачивают мумию Ленина. О чем я думал-то? О смерти. Как Пирогов там, потом Ким Ир Сен, Хо Ши Мин, Тодор Живков, которых там они... Бальзамировали. А? Бальзамировали. Каждый раз в бане, как они плавают, как они их поднимают. И одного бомжа нашли, они на нем делают. То же самое над Лениным. И как появилось черное пятно, мы все дрожали. И не можем устранить. Мы написали в лабораторию, дали скребок отсюда. И те ответили. Значит, только сжечь. Где на ком появилось это. Или серной кислотой вытравлить. Но они не знали, что это с Ленина, с трупа. Мы так рахнули. Но мы знали, что если только что-то с трупом будет, всех под нож спустит Сталин. И что они делали? И это все автор говорит. Большой ролик. И я смотрел. Да, это интернет, да, это фильм документальный. Это которые есть евреи. Теперь сын еврея этим занимается. Ну, сидят евреи. Он говорит, это евреи польские. Прямо написано. Ну и что? Евреи-то евреи умный человек. Но с трупами. И на нем питается всю жизнь. И сколько это миллионов обходится каждый год? Долларов. Ой-ой-ой. Ну, а надо это? Надо. Ничего нет лучше, Златоуз говорит, присутствует при похордах и в суде. Когда человека осуждают. Надо знать еще, что смотреть. Для этого нам и дается. Вот я смотрю это. Политические деятели. Я очень люблю, смотрю, как они были. Неужели они не чувствовали, что это кончится? И когда Хрущева приперли, там он воспоминания свои давал-то, он вызвал его в центральный комитет, а он сказал, писал, писать буду. Это мое личное дело. Вы везде настроили этих подслушивающих. Стартери-то зачем поставили? Там-то что вы слушаете? Какие-то звуки я сдаю. Это он все говорит. Бывший генеральный секретарь. Вот посмотрите, это документально он сидит на пенсии когда какой. И как его сын прятал, КГБ отнимали эти пленки и отправили за рубеж. Он свою жизнь биографию рассказывает. Ну, с пропусками. Полезно, очень полезно. Геннадий Иванович, ваше замечание совершенно правильно, в том плане, что угощать можно Духа Святого любыми действиями своими, которые не соответствуют Священному Писанию и достойному образу жизни во Христе Иисусе. И любое орудие можно использовать как на пользу, так и на вред, так и интернет. Ножом можно зарезать, ножом можно порезать хлеб. Ну, можно еще? Да. Но если человек смотрит, допустим, умеренно и только, как говорится, избирательно, это одно. А если у него страсть к зрелищам, то естественно, что это он Духа угошает однозначно. Ну, разумеется, если это страсть, если это только посмотрит, и он от этого не становится лучше, он не набирается информации и не смотрит это через призму Божественную, через призму Божественного Писания. Это, конечно, во вред, это угошение Духа Святаго. А если, напротив, даже из малого можно извлечь пользу. Людмила Степановна. Надяна, а вот еще проще, проще, Игнать Тихонов сказал, сама простота, она есть как-то понятливее. Если недостойно причащать, а если недостойно причащать, это значит, грешишь. А об этом грехе ты не каешься. И это означает недостойное причастие. Нет, ну это однозначно, конечно. Ну, а все грехи перебирать-то, сам человек знает, какой грех-то уже, он его таит-то. Понимаешь, недостойно причащаться, это вот все из нас знают, что это действительно грех, потому что от этого и болеют, и умирают. Это, а вот вроде бы такая мелочь, ну посмотреть хорошую программу, ну подумаешь, ну я посижу и посмотрю. Тем более, ну что тут плохое, что я прям сразу плохой стану. Понимаешь, это вот такой соблазн большой, я просто точно знаю, что многие из наших братьев и сестер, ну я не скажу, что все, но многие. Вот эти вот программы там, Малахова и прочего, элементарно смотрят и не считают это за что-то плохое. Ну они умирают у нас никто. Понимаешь, вот я просто знаю, что многие из наших, и, как говорится, я, конечно, никогда не скажу, кто это, вот, но факт, что есть, то есть. Ну это, это, как-то ты, это так. Сейчас вы по большому счету взяли причастие. Я скажу еще о нашем отношении к молитве. Мы читаем. Прости, Отче, грехи, как и я прощаю. Прости должникам нашим, как и я прощаю. Ну как мы можем вставать на молитву и говорить эти слова, если ты не простил? Если у тебя есть какое-то искушение, какая-то злоба, какая-то ненависть или какие-то негативные чувства по отношению, да прежде всего начни с того, что, Господи, прости меня, что я согрешил против этого человека, что я до сих пор еще не могу простить ему то, что он мне сказал, обречил меня в чем-то. Я не понимаю, почему это? Слова твои молитвы не будут услышаны. Ты находишься в грехе и ты не знаешь Бога. Хоть и молитву Иисуса, Отче наш, ты произносишь, а ты Бога не знаешь. Почему? Да потому что ты не простил, потому что ты во злобе встал на молитву. Так это само собой, это вообще бесспорно. Вот бесспорно, а у нас вот в нашей семье бывает такая ситуация. Все, я пойду, я пойду сама молиться, я буду сам молиться. Со всеми не буду молиться. Поясню. Не знать Бога, вы как-то не связывайтесь с этим словом. Чтобы не знать Бога, это значит сначала нужно его знать, какой он Бог, какие качества его. Вот много говорят сейчас, там в монастырях везде, Бог никого не наказывает, человек сам себя наказывает. Когда написано, и Бог наказал его. Я накажу вас, без наказания слова, я с большой буквы накажу. А он не наказывает, то есть играет уже в это, в любви с Богом. Как не наказывать, когда написано? Открывая Иеремию, там 16,5. Он говорит, я устал миловать, я накажу вас, говорит Господь, устал миловать. Бог не устает. Но если бы можно было, он устал бы. Сколько можно вас прощать? Одно и то же, одно и то же, и конца края нету. И люди не знают Бога, это не представляют, суда Божия. Вот в чем дело-то. Я буду один молиться. Во-первых, один молиться, написано, где двое или трое молятся. Уже не один. Я один буду молиться. Он не знает Бога, во-первых, хотя вопреки Писания. Он не знает, что Бог дал Слово Свое. Он не знает. Этот человек не знает Бога. И дальше, ну я, и начинает говорить. Это не свойство Божие, чтобы не наказывать преступника. Он обязательно тебя накажет. Обязательно. Не здесь, что в вечности. Наказание, вот здесь, когда бывает, то это мы видим, Бог справедлив. А когда не наказывает, у Лиисовича становится впечатление, что а где он, Бог? Так вот, когда не наказывает, это и говорит теперь уже о суде Божьем, Златоус говорит. Бог есть справедливость. А на земле справедливости нет, он безумствовал, беря и умер, не покаялся, и сотни тысяч людей на нем бесит, убил. Это говорит, Бог справедлив. Значит, справедливость отодвигается, проявление справедливости дальше. То есть будет суд Божий. Когда на земле справедливость не торжествует, Златоус говорит, что самый сильный довод, что будет суд Божий. Вы поняли? Да. Раз он справедливый, то справедливость должна быть, а на земле ее нет справедливости, значит будет суд Божий. И люди не знают Бога такого, который воздаст по делам его. То есть в смысле понимания того, что вот знать и не знать Бога, это может быть по-разному. То есть может быть, что тебе кажется, что ты знаешь Бога, а на самом деле ты его не знаешь, потому что не знаешь в полноте его. Суда Божьей его не знаешь. Тут речь идет именно о воскресении из мертвых, там, говорит, стань спящий. Ты не воображаешь воскресение из мертвых, когда все будет по-другому. И только одно будет, что я наделал, не возвратить, не поправить, ничего нету. Мировая история кончилась. Ну так легко мне было уступить-то. Ну что я делаю? Ведь разводы, 90 с лишним процентов по вине женщин идут. Она не хотела терпеть. А что я должна терпеть? Мы равные, нигде не равные, ни в устройстве, ни в силе, ни в интеллекте. Женщина в среднем на 25 процентов слабее мужчина в интеллекте, не говоря уже о силе. Но живет она дольше. А почему дольше? Бог дает ей больше времени на покаяние. Слишком грешна. Через нее мы все умираем. Ответ один должен быть божественный. Ей этого мужского срока жизни, ей не хватает. Она все не кается. И Бог все терпит, терпит, зовет ее. И наконец она уже падает. А потом начинает, у меня муж был хороший, а она его изводила. Она рвала его на счастье. А теперь в дурдоме сидит. Я говорю, а это за что сидит? Да это ревновало. И она сейчас сидит. Ваня, а ты где был сегодня? Так Ваня умер в 7 лет. Она в 7 лет все еще долбит стоит Ваню. Ваню в могиле. Не играй словом Божьим. Не играй своими словами. Сказано. Умер. Я умер для мира. Мирские похоти, желания. Мир меня не знает. Да, этот человек отпет и умер. И мир умер для меня. Мне ничто не приезжает. Я смотрю и попираю ногами это все. Что они ценят? Золото. Но сейчас бы вышли и нашли бы сундук золота. Ну, обошел или перепрыгнул. Ни копейки бы не взял. И никому, может, не сказал бы даже. Убежал бы. А зачем? А я не зарабатывал. Бог ценит труд. Пот. Вот немножко, но это законно. Лежит бабушка. Я пришел. Узнаю, пенсия у ней хорошая. А я еще не на пенсии был. А как у вас пенсия? Ну, я там, это так, у меня зять профессор. Он хороший. Правда, он пил мертвый. Замерз. Хороший был. Но замерз. Но он мне помог документы оформить, что я работала на шахте. И у нее очень хорошая пенсия. Я говорю, а ты на шахте была? Да, конечно, нет. И сегодня получаешь пенсию такую. Ну, а что я теперь сделаю? Да встань, да и пойдемте где с обездом, или как называется эта организация-то. И скажи, что это незаконно. Я работала прачкой. Пенсия будет раз в пять меньше. Ну, это твоя законная пенсия будет. Тебе зачем много денег-то? Да внучатам иногда дать. Угольки даешь, баба. Не надо. А мы ходили за ней, ухаживали. Помогали. И вот как столкнешься поближе, то уже она не встает, лежит. А все равно держится корень всех залов. За корень уцепилась, ребролюбие. Ты самую маленькую неправду у себя нашел. Немедленно напиши. Где-то кого-то не отблагодарил, ты Бога не отблагодарил. Ты его найди. Воздай милосердие. Боже, возведи на высоту. Воздай тому благодарность. Обязательно. Вы видели ролик? Там 52-3 года в пути, когда я венскался, там стою на коленях, плачу. Сколько отзывов было. И все говорят, я смотрел вчера ваш ролик и тоже плакал. Там какой-то такой человек, который на меня нападал, нападал. А когда дошел до этого ролика, я сидел слезами. Потому что я рыдал, там плакал, на том месте дома того нет. Но я не нашел тех людей. Я узнал, что там стоматологическое какое-то отделение. Вызвали милицию. Помогли найти, кто там работает. В то место я все-таки подарил трехтомник. И, до слова Божия, нет уз. Чувство благодарности меня переполняло. И я должен отплатить не живым уже, а кто живет на этом месте. И им засвидетельствовать. У тебя есть это чувство? Ты себя проверь. Где бы я ни был. Где-то меня в психиатрии держали. Я везде проехал. В Хабаровский военный госпиталь, где меня первый раз арестовали. В Кемеровское. И везде старался полный комплект дать библиотеку. Везде, как в Буйнакске. В Буденовске. Вот. Где там были? В Беслане. Это мой Беслан, моя Чечня. Я дивно прошел, выстоял. Выжил. Я должен отблагодарить через людей. И людей, и Бога. У меня всегда работа есть. Постоянно. Вас есть? Дмила Степановна. Я хочу, Игнать Игнатьевич, я хочу вот вас спросить. А вот я, допустим, одна же молюсь дома. У меня со мной никто не молится. Ни двое, ни трое никто не молится. Я одна. Ну, значит, одна. И вот мы когда молились, у меня хорошее время было. Любовь Николаевна была у Надежды Васильевны. И она, Надежда Васильевна, за арку и сюда к нам. Каждое утро вместе молились. А потом постепенно все отошло. И нет. Нам так хорошо было. День особый какой-то. Любовь Николаевна, она не такая, какой мы ее знали первые годы. Нынче она была там. И она везде щучо уткнулась, молится. Вы видели, как она с Анрией и Демой отошел, нарадовалась и сидела. Еще, еще я продолжу. Вы говорите вот о причастии. И задавали вопрос такой Осипову. Ну, там, он о покаянии начал, а там это, кто спасется, вот если без них причащаться и все такое. А он говорит, вы знаете, я вам одно скажу. Человек, если будет причащаться недостойно, он будет и болеть, и умирать. Ну, как все, как вы говорили. А потом дальше, говорит, я уже состарился. Вот я состарился. Теперь я учился. Вначале в семинарии, потом в духовной академии. Потом я, ну, доктор, этот, профессор он. И вот он говорит, вот сколько я учился. И сколько я, говорит, знаю вот все, что происходит в учебном учреждении духовной. Вы знаете, что мы духовное там не изучаем. Священнику говорит, мы духовное никогда не изучали. Мы только богословие проходили, службу проходили. Но духовного мы не касались. Не касались. Мы не касались души человеческой на уровне духовности. Вот такие они бесчувственные, бездушные священники. И вот, знаете, он настолько говорит, вы поверите, если вы не поверите, но знаете, что духовного нигде, в мою бытность, как я все это, нигде ничего не произносилось. Понимаете вы, что мы только богословие, торжественное богослужение, все эти самые требы, все-все исполняем. Но души человеческой мы не касаемся. Вопрос. У меня телефон мы поменяли с епископом Сергием. Я четыре раза ему на него звонил. Ну, то есть я звоню, сигналы даю ему, и он ни разу не вышел. А чтобы дождаться, когда он возьмет, я этого не делаю. Почему он не ответил? В первую очередь телефон у другого человека. Дальше. Он не проставил мою фамилию, и поэтому от незнакомого снимут деньги. А третье, видя кто это, скажет, а что я ему сейчас скажу? Я так занят, надо по делу говорить. То есть причин несколько, может быть. Но у меня было желание не на обед попасть. Я наелся дома. Благодаря вашей рыбке. Вот. Но я бы пошел. Пошел, чтобы перед ними выступить. Сейчас они уже разъезжаются, их уже нету там. У каждого своя и партия. У них три часа концерт будет еще. Так, Надежда Васильевна. У них три часа концерт будет. Выйди оттуда сейчас, выйди. Туда, на улицу, выйди, он из-за Василия. Ну сюда выйдите. Ну выйди, я говорю, забери все с тобой сразу, выйди. Людмила Николаевна Степановна, идите, сейчас не поздно еще, она говорит. Сходите вдвоем, братьев нету. А где концерт будет? Идите, выходите, идите. Она сказала, значит, все, она сказала, что это. А они не уши, а дальше... А еще час целый до концерта, зачем мы пойдем так у нас? Так идите, где они есть. К нему подойдите, он может мне позвонить. В филармонии. Тем более он тебя знает. Так вы до конца-то как раз и поговорите с ним. Она дала предложение, а ты знаешь, мой практик. Есть их три часа, еще целый час, они успеют... Все, не надо, не надо, идите. Молимся, мы закончили уже. Все, молимся, и пойдем. Прошу вас, молитесь. Пойдем, дай они. Все, я уже молился сегодня. Все, я уже молился сегодня. Вот так. Боже, милостью, будь мне грешеной. Создав имя Господи, помилуй меня. Вячеслав, если ты грешил, Господи, прости меня, грешеной, помилуй. Слава тебе за этот день. Мы просим Твоей милости. Прибудь с нами. Если это от тебя, позволь иметь эту встречу с епископами. Благослови сестер, умудри, дай им воздержание. Духа кротости. Мы готовы принять любой ответ, чтобы никто не сказал, что мы пренебрегли ими. Мы молились о их приезде. Мы молились о их входе в этот город и молимся о выходе. Да будет имя Твое святое благословенно. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Во славу Божию. Пошли в Филагонию. Так, видите, быстренько оливайтесь, уходите. Да быстро, хочу нам мыть. Во. Во.